Житель соседнего Копейска Владимир Гусев мечтает переродиться вот уже несколько лет. Его похоронили заживо и теперь получается, что по документам мужчина – ходячий мертвец. В отличие от многих, он теперь уверен, что мертвому куда сложнее. Что же стала причиной смерти, выяснял Кирилл Солодков. Помогите, пожалуйста, я вот ищу свою могилу, именно свою. Я Гусев Владимир Николаевич, умер в 2002 году. Эта просьба ставит смотрителей кладбища в тупик. Обычно их клиенты не любопытны, да и вообще не разговорчивы. Но Владимир Гусев настаивает и говорит, его могила как сквозь землю провалилась. Хотя по документам мужчина уже 10 лет как покойник. О том, что он живой мертвец, Копейский пожарный, устал случайно, когда пришел в ГИБДД ставить на учет новую машину. А мне документы в окно вернули и сказали, что автомобиль на меня зарегистрировать не могут. Нет возможности. На вопрос, почему, сказали, потому что вы умерли. Сходи куда-нибудь, принеси какую-нибудь справку. Обычного паспорта оказалось недостаточно. Однако вернуть Владимира Николаевича к жизни не смогли ни в паспортном столе, ни в ЗАГСе, ни в полиции. Проблемы такие, что хоть в гроб ложись. Вместе с мужчиной умерли и его пенсионные накопления. Лицевый счет просто заморозили, а трудовой стаж последние 10 лет не шел. Оказалось, внезапной смертью горожанин обязан своему полному тезке, который замерз на улице. Паспорта при нем не оказалось, а опознание полицейские проводили на глаз. Опознали соседи. То есть нашли труп на улице замерзшего человека. Кто это? Гусев. Вовка там, Гусев там. Кто-то посоветов. Ну, все, пришли, взяли адресную спалку. При нем нет документов. Доказывать, что он живее всех живых, Владимир отправился в суд и выиграл. Чиновников обязали выплатить ему 50 тысяч рублей компенсации. Вот только кому придется раскошелиться, непонятно. Ошибку никто не признает. Еще меньше повезло Галине Васильевой из Нижнего Тагила. После пожара в доме она вовсе осталась без документов. Из-за этого пенсионерка несколько лет живет между небом и землей. Мне надо пенсию оформлять. Мне хотя бы паспорт дадут, а прописки нет. Мне же тоже пенсию не оформят, не насчитают. Воскрешать Галину Николаевну из мертвых суд отказался. Ведь ее тело опознала родная дочь, с которой женщина не общается. Для восстановления документов пенсионерке теперь придется пройти все круги ада бюрократического. Впрочем, она все же надеется дожить до нового паспорта. А тем, кто поспешил ее похоронить, отвечает – не дождетесь. Кирилл Солодков, Новости 41-го канала.